Понятно, да? Выше Рафма стоит Душа. Душа находится в области сердца, и это такая маленькая искорка, которая имеет вечную природу. У Души есть Знание, Любовь и стремление к Вечности. Душа стремится к Знанию, к Любви и к Вечности. В ней есть три устремления. Все эти три устремления объединяются в Желании Жить. Жить означает узнавать, Жить означает любить, и Жить означает не умирать. Так же. Согласны? Три аспекта жизни, без которых невозможно жить. Следует знать, что Знание также дает возможность понять, как строить отношения между мужчиной и женщиной. И это Знание мы сейчас потихоньку с вами будем изучать. У Ума есть три главных психических канала, под которыми идет психическая энергия течет. Самый центральный канал называется Сушумна. Он идет от макушки до копчика. В этом психическом канале содержится главная психическая энергия, желание жить. Там находится наше желание жить. И этот канал связан с центром разума, который отвечает за вечность человека, или за самосохранение. Самым нижним, паховым центром разума связанным. Сушумна. Этот канал центральный. В Абакам есть два канала еще. С левой стороны идет психический канал, называется Ида. Канал сам на санскрите звучит Нади. Слово Нади означает канал. Ида Нади. Женский канал психический. С левой стороны идет. Связан с женским началом. С правой стороны течет психический канал, называется Ингала Нади. Или мужской канал. Связан с мужским началом. Душа не умирает. Как вы думаете, психическое тело у человека умирает или нет? Нет, не умирает. Тонкое тело или психическое тело еще называют телом желание. В зависимости от того, какие желания, счастья у человека, такое следующее тело человека получает. Например, если мужчина постоянно думает о женщинах, то его тонкое тело постепенно перестраивается на женскую природу. Мы можем видеть, что мужчины в молодости очень храбрые, сильные, крепкие. У них очень сильно преобладает мужское начало. Так? Мы можем заметить, что в старости мужчины становятся мягкими, покладистыми, такими, добрыми. А женщины в старости, наоборот, становятся такими боевыми. Они гоняют всех. Это даже выделено в особую форму жизни. Называется бабки. Особая форма жизни бабки. То есть это страшная форма жизни, которая лучше не связываться. Хотя в молодости девушка была такая беззащитная, хрупкая, застенчивая. Но стремясь к мужскому началу, женщина постепенно, ее тонкое психическое тело становится похоже на мужское. И в следующей жизни она уже рождается мужчиной. А мужчина в следующей жизни обычно рождается женщиной. Исключение монахи. Когда монах практикует духовную жизнь, не общается с противоположным полом, он остается мужчиной, а монашка остается женщиной в следующей жизни. Таким образом, когда грубое тело умирает, оно гниет потом, да, его хоронят. Тонкое тело остается живым. Есть доказательства. Очень простые. Почитайте, есть такая книжка Моуди. Это доктор медицинских наук, Моуди. Жизнь после смерти называется. Ее можно легко скачать из интернета за 5 минут. Там приводятся факты. То есть он работал в реанимации, и он работал с пограничными состояниями. То есть люди... Останавливалось дыхание, клиническая смерть. Ставят камеры везде, звуковые датчики. Все фиксируется, что происходило. Сверху, снизу, с боков. И когда человек оживает, потом, когда он уже в палате, приходит в себя, его спрашивают, что ты помнишь во время операции. И он рассказывает то, что он не может помнить, потому что то, что он говорит, это происходило как раз в то время, когда все датчики фиксировали остановку работы сердца и дыхания. То есть, согласно современной науке, если сердце не работает, человек не может ничего помнить, потому что нервные импульсы не двигаются, все останавливается. Но он рассказывает вид сверху, о том, что происходит с ним сверху. То есть он глядит на хирургов и рассказывает о том, что говорил. Примерно 15 человек из 100 дали абсолютно достоверные показания. Их память была абсолютно точно, фиксировала, что происходило в операционной, в то время, когда они не могли ничего помнить. И этот Мууте сделал вывод, что в момент оставления тела или ухода, видите, слово «оставить тело». Откуда оно взялось? В момент ухода, или опять уход, но умер, все, умер, значит, нет человека. Он говорит, ушел из жизни. Это означает, что в этот момент, как Высоцкий пел, хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь, но совсем не.